Соколов везли в багажники обычного легкового автомобиля, как настоящих заложников, связанных без еды и воды. Их просто уложили штабелями. Только благодаря грамотным действиям сотрудников Иркутской зоогалереи ни одна птица не погибла. Орнитолог Вадим Ивушкин получил сообщение о погибающих птицах в 6 вечера. Через 3 часа он уже был в Тункинской долине. Практически с соколиной скоростью вернулся в Иркутск и остаток ночи спасал освобожденных заложников. Мы не успели их выгрузить в этот вольер. Высадили. Это было в 4 часа ночи. И тем не менее, как только мы дали корм, тут сразу начался ажиотаж. Они начали есть и ели так, как сильно проголодавшиеся птицы кусками большими заглатывали. Сейчас жизни птиц ничего не угрожает, но иркутские орнитологи продолжают заботиться о них. С лап у некоторых соколов нужно аккуратно снять путы, которые используют для тренировки охотничьих птиц. Иркутские орнитологи установили. Этих птиц выловили в Хакасии. Только там обитают соколы-балабаны столь редкой светлой окраски. Среди любителей соколиной охоты это очень ценится. Стоимость одной такой птицы в восточных странах достигает 100 тысяч долларов. Несложно посчитать, сколько планировали выручить контрабандисты за 16 соколов-балабанов. Полтора миллиона долларов. Хотя специалисты говорят, выручка могла бы быть гораздо меньше. Ведь до пункта назначения прибыла бы в лучшем случае треть птиц. Когда соколы окрепнут, часть из них отпустят на волю. Некоторые останутся в зоопарке. Контрабандистов же, один из которых имеет сирийское гражданство, будут судить по российским законам. Как минимум им грозит штраф около 10 миллионов рублей. Петр Неупокоев, Владимир Ковтун. Новости по будням.